Красные гвоздики на пьедестале, как капли крови на снегу и минута молчания. Отсюда, от памятника воинам-освободителям и до сквера Жукова прошли ветераны труда и дети войны. Ученики 63-й школы, студенты агроуниверситета и депутаты гордумы. Такую пешую экскурсию для двух поколений организовали специалисты Краснодарского туристско-информационного центра. Вспомнили основные вехи освобождения Кубани. У нас были такие героические страницы, это и партизанское движение, и Володя Головатый, 17-летний парень, который оказывал всяческое сопротивление, который организовал взрыв складов с горючим. Мы все это помним в нашей странице и самое главное это передавать нашим школьникам, нашей молодежи. Участники прошли по местам боевой славы центра кубанской столицы. Экскурсию посвятили 75-летию Сталинградской битвы и завершение оккупации Краснодара. Много нового узнали о родном городе не только школьники, в том числе о защитниках Пашковской переправы. Надо вам сказать, для того, чтобы оружия не хватало. Ребята многие получали одну винтовку на троих. Кто-то шел воевать со своим старым ружьем охотничьим. Или то, что осталось в времен гражданской войны. Оказывается, информация об этих мальчишках много лет была под запретом. Многие тех, кто выжил, попали потом в фашистские лагеря, и местные жители выкупали их у фрицев. А давай последнее. Открытием для многих стали и новые памятники. Переживаешь все эти эмоции, все эти ситуации жизненные, которые были в те времена. Для себя сегодня открыла именно, судя по экскурсии, памятник наследия. Вот где на лавочке сидит ветеран, и мальчик отдает честь. Это тоже показатель. Такие экскурсии будут проводиться регулярно по заявкам участников. Так что у каждого желающего еще есть возможность заново открыть для себя родной город.